В Нинецкий округ с рабочим визитом Мы не виделись, были месяца, прошли выборные баталии, дебаты, и вот началась конкретно работа уже в Государственной Думе Федерального Собрания. Новая страница. Давайте начнем с впечатлений ваших от работы в Государственной Думе. Страница действительно, наверное, новая. По жизни уже много этапов, и есть опыт работы в Совете Федерации. Я предполагал, что будет непросто, когда я принимал решение идти на выбор или нет, но не ожидал, что будет настолько сложно. Но, по крайней мере, первое время тот объем информации и уровень информации, который поступает, то напряжение в работе, тот ритм, который задан сейчас в Государственной Думе, на самом деле сложновато. К примеру, взять, если бюджет 17-18-19-го года, 11 тысяч листов, только заключение бюджетного комитета 800 листов. И это все дают за день, за два. В это нужно вникнуть, хотя бы прочитать, бегло успеть, для того, чтобы поучаствовать в работе, позадавать вопросы и понять, ощутить, насколько вот в этом сложнейших сплетениях бюджета государства российского увязан Ненецкий автономный округ и житель Ненецкого автономного округа. Поэтому очень непросто, очень сложно. Но я думаю, что все равно будем стараться и будем вникать, для того, чтобы войти как можно быстрее в этот ритм работы и включиться в работу Государственной Думы уже по полному объему. Сергей Николаевич, а все-таки с чего началась ваша работа? Каков регламент депутатов? Какие комитеты, может быть, вы вошли? Значит, с дисциплины. Меня всегда удивляло, когда я докладывал законодательной инициативой от округа в Госдуме, значит, в зале присутствовала, ну, пятая, седьмая часть депутатского корпуса, причем депутаты-бегунки, как называют, бегали по рядам, включали, голосовали друг за друга. А вот сейчас, значит, мы изменили регламент и запретили передавать право голоса другому депутату. И это абсолютно верно, поскольку жители Ненецкого автономного округа условного доверили Коткину представлять его интересы в высшем законодательном органе государственной власти. С какой стати за Коткина должен голосовать кто-то с Самары, там, с Татарстана или еще? Поэтому сейчас принято такое решение, очень жесткое, голосуют только сами личные депутаты. Отсутствие депутата на пленарных заседаниях будет наказываться и дисциплинарным, и финансовым плане, по крайней мере, уже однозначно обозначены суммы. Пропастил заседание, значит, недополучи свою заработную плату. То есть вот в этом отношении регламент ужесточен, причем это была инициатива нашей фракции, «Единая Россия», значит, ну и, по сути дела, практически единогласно поддержали все партии в Государственной Думе. Это действительно необходимо, это очень важно на самом деле. И вот идут сегодня заседания Государственной Думы, ну, 450, практически весь депутатский корпус на месте и весь участвует в работе. Сергей Николаевич, ну правильно я понимаю, ужесточился регламент, это говорит о том, что работа будет более качественная, депутатская? Безусловно, безусловно, она уже, уже есть социология, отработана полтора месяца о том, что уже доверие граждан Российской Федерации к парламенту, к Нижней Палате, оно значительно возросло. И даже Совет Федерации сейчас уже, Валентина Ивановна Матвиенко, говорят, не поступить ли нам точно таким образом. Хотя в Совете Федерации, там вот, когда я работал, там как бы дисциплина всегда была пожёстче. Это, безусловно, на качество отразится, работа Думы, никаких сомнений нет. Об этом говорит результат вот этой месячной работы, сколько принято уже законов, проектов законов, сколько в первом, в втором чтении принято. Ну, кстати, вот месяц работы прошёл. Расскажите, что успели сделать? Какие успехи? Значит, немало, немало успели сделать. Мне было очень приятно то, что те наказы, которые давали мне избиратели в ходе выборной кампании, они, видимо, не только волнуют жителей Нениска, автономного округа, а всей Российской Федерации. Но что самое важное, на мой взгляд, вот то, что мы успели принять, это я не буду говорить в каком чтении, раз в первом, втором принято, но и в третьем, в окончательном будет принято наверняка. Это то, что когда мы шли на выборную кампанию, мы говорили о том, что минимальный размер оплаты труда, МРОД, называемый, да, мы к 20-му году обещали его сравнять с прожиточным минимумом. Так вот, уже принято решение на сессии, в первом чтении, может быть, даже во втором, о том, что мы увеличим минимальный размер оплаты труда с 7500 рублей до 7800 рублей. Кроме того, мы приняли в первом чтении закон о том, что вся мобилизационная работа, значит, Госрезерв, всё, что касается нашей мобилизации на случай, не дай бог, тяжёлой ситуации, да, мы всю моб работу взяли на себя с Архангельской области. Мы и делали, мы всегда и делали, только мы сейчас это все узаконили. Это понятно по жизни, поскольку это безопасность наших граждан. И нам здесь виднее, что нужно делать и как нужно делать. Поэтому это решение тоже принято. Кроме того, вот ко мне обращались в ходе предвыборной кампании Государственная инспекция маломерных судов. У них была проблема в том, что они имели право по федеральному законодательству оформлять протокол здесь на месте, выносить наказание административное. Сейчас, значит, это решение принято, и им дано право здесь на месте будет ГИМСу вот эти все процедуры непосредственно существовать. Мы общались с ветеранами боевых действий. Здесь у нас в Ненецком автономном округе. И вот та доплата, ежемесячно, которая им идет за то, что они участвовали в боевых операциях, с них вычитался подоходный налог. Но это неправильно, несправедливо. Поэтому уже принято решение о том, что с этой доплатой участникам боевых действий подоходный налог вычитаться не будет. Я уже об этом им доложил. Они многие годы бились с этим вопросом. Сейчас такое решение принято. Очень важно то, что мы приняли решение по пенсиям. 5 тысяч рублей, значит, пенсионерам, и причем военным пенсионерам, военнослужащим. Конечно, сумма маленькая. Более того, мы на заседаниях попытались, это было бы хорошо, вот эти 5 тысяч применить, северные коэффициенты, поскольку это разные деньги для Тулы и для Наринмара. Но уже закон был, не смогли мы вот развернуть так, чтобы северные коэффициенты. Но тем не менее, вот та подспорья небольшое, но для пенсионера это деньги и, в общем-то, их хорошая поддержка. Значит, вот это решение тоже было принято. Ужесточили мы к нарушителям правил дорожного движения. Статистика показала, что 40% нарушителей – это одни и те же люди. Они нарушают по 3, по 5, по 10 раз. Сейчас ужесточили мы вплоть до уголовной ответственности, нарушая, что это 3 раза и более, значительно идёт ужесточение вот к таким нарушителям. Это, как правило, люди, которые там и с выпивкой связаны, и много-много чего другое. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно верно. Вы знаете о том, что много было взрывов бытового газа в квартирах. Мы приняли решение, сейчас мы об ужесточении именно административной ответственности за нарушение правил работы с газовым оборудованием. Если не допускают проверяющую организацию проверки газового оборудования административного наказания, уклоняются от каких-то регламентных работ, тоже ужесточили. То есть вот эта мера, которая действительно была необходима, она нужна была по пожарной безопасности. Ряд решений принят по пожарной, именно добровольной пожарной охране. Это очень актуально и для Ненецко-автономного округа. То есть вот ряд решений, я не буду вам всех перечислять, они непосредственно касаются жителей Ненецко-автономного округа. Много решений принято, изменений в бюджетный кодекс, на лодокс кодекс России, по малому бизнесу поддержали мы малый бизнес. То есть решений много на самом деле. Я думаю, что я вот сейчас после того, как мы с вами пообщаемся, мы будем общаться с средствами массовой информации нашими газетами, журналистами, и там я подробно расскажу, и чтобы для того, чтобы мы с жителем уже более поподробнее рассказать, какие решения приняты вот в первый месяц работы в Государственной Думе. Сергей Николаевич, вы знаете, что интересно, каким образом происходит работа, если, допустим, есть какие-то законодательные инициативы у депутатов регионального парламента? Как-то вот в этом ключе как вы работаете? Обращаетесь к каким-то комитетам, может быть, каким-то... Значит, я вошел в комитет по оригинальной политике, Северу и Дальнему Востоку. Харитонов Николай Михайлович возглавляет. Кстати, ведь у нас наша фракция представляет конституционное большинство депутатов, 343 депутата в Государственной Думе. Тем не менее, было принято решение о том, что половина профильных комитетов, их 26, будет отдана оппозиционным партиям, чтобы возглавляли именно представители других партий. В частности, у нас комитет возглавляет Харитонов Николай Михайлович, он представляет у нас КПРФ. Инициатива депутат Государственной Думы имеет право выйти с законодательной инициативой, и эта инициатива должна быть рассмотрена на заседании, на пленарном заседании Государственной Думы. Но мы договорились со своими коллегами во фракции о том, что если я выхожу с какой-то инициативы, у меня был ряд наказов, и спасибо жителям округа, то, что я же объехал, практически везде побывал, и наказов у меня очень много, особенно я благодарен нашему юридическому блоку, нашей ассоциации юристов здесь, которые они практически готовы законодательной инициативой предоставили. Мы договорились, чтобы не получилось так, что я вношу законодательную инициативу, а потом мои же коллеги ее отметают. Это, во-первых, бьет по авторитету депутата Госдумы. Ну и как бы, наверное, не совсем правильно. Мы создали экспертные советы. На экспертный совет я выношу свои замыслы, что бы я хотел сделать, что мне нужно решить, какие мне нужно проблемы решить, которые касаются жителей Нинискоавтономного округа. На экспертном совете мы обобщаем этот материал с другими регионами. И тогда уже выходим в законодательную инициативу и проводим ее уже до окончательного решения. То есть процедура очень проста на самом деле. Но мы знаем о том, что ведь у нас инициативы с территорий идут, ну, мягко говоря, тяжело. Порядка 3% двух законодательных инициативов с территорий только принималось в Государственной Думе. А с чем это связано? Ну, прежде всего, было связано с тем, что вот мое личное, может быть, субъективное мнение, это то, что все-таки те созывы, чтобы не обидеть депутатам, не обидеть депутатов прошлых созывов, как-то немного они оторваны от реалий жизни, от территории, от субъектов. Почему сейчас принято решение, что депутаты бывают обязаны встречаться, отчитываться с жителями, приемы проводить? То есть быть на земле, на своей, откуда ты пришел? И половина депутатского корпуса — это одномандатники. Это не списочники, это те депутаты, которых выдвинули непосредственно избиратели и жители. И поэтому вот мне думается, и я на это надеюсь, что все-таки вот эта ситуация сейчас изменится, и те инициативы, которые пойдут у нас в территории, к ним все-таки будет побольше внимания, скажем так. Поскольку вот я обратил внимание, несколько отличается работа в Совете Федерации, в Государственном Доме. В Совете Федерации там нет фракций. Там как бы представители, это палата регионов. Представители от регионов, которые отстаивают, лоббируют в хорошем смысле интересы своего региона. Здесь несколько по-другому. Здесь несколько по-другому. Достаточно эмоционально проходят обсуждения. По каждому вопросу иногда, ну, на первый взгляд, самому незначительному, который вроде бы кажется, что ну что тут обсуждать, его надо принимать и все. Значит, обязательно вопрос, обязательно выступление. Это иногда затягивается, самые не... Ну, они все важны, но иногда бывают достаточно простые вопросы, настолько они вот потому, что депутат, он как-то по-другому там все. По-другому. По-другому. И ощущаешь, когда садишься ты в этот зал кулинарных заседаний, ну, так, ощущение такое. Я вот когда с Неси уехал в Ригу, так ощущал несколько, да. Потом с Риги, когда уже все вышло, так подальше там по жизни. И всегда ощущал вот несколько, ну, волнение, наверное, такое, да. Когда потом собрание, председатель, зампредседатель, председатель, Совет Федерации, Государственная Дума. И это ощущается. Ощущается то, что принимаешь решение, серьёзное государственное решение на самом деле. Решение, по которым живёт государство российское. И это решение ты принимаешь за своих жителей. За тобой стоит 43 тысячи человек, которые смотрят, они вот мне что-то говорят, прилетело, мы не видим вас, где вы там сидите, на каком вы ряду. То есть их жители интересуют не столько, ну, конечно, те вопросы, которые мы принимаем, решаем, они и увидеть своего депутата, где он там сидит, всё нормально, меня не обидели, посадили нормально, кабинет ещё не получил, вот, где-то на следующей неделе только кабинет будет, пока по коридорам, в руках, с компьютером, вот так всё. Сергей Николаевич, как ты общаетесь с коллегами, вот с соседями по регионам? Может быть, какие-то общие интересы уже вот? Конечно, да без этого не бывает, без этого. У меня слева Самара, справа Татарстан, справа уже седьмой созыв, ветеран, опытный, это здорово, хорошо, который подсказывает мне, потому что иногда так хочется выступить, по себе думаешь, как бы глупость какую не сказать, а вот очень хорошо, когда есть вот рядом такая опора. Вот, Самара, молодой депутат, тоже первый созыв. Конечно, общаемся. И впервые, наверное, за семь дар созывов в Государственной Думе, то, что пришёл Володин, руководителем Государственной Думы, мы выезжали, во-первых, нам справили учёбу. Всех собрали, нашу фракцию, вывезли за пределы Москвы в Сбербанк, университет, корпоративный университет Сбербанка. Три дня нас учили. Поступали все профильные министры, чтобы мы окунулись в ситуацию. Это очень важно на самом деле. С девяти утра до девяти вечера. Вот эти обсуждения бюджета 2017 год, все решения, они не принимаются индивидуально кем-то, они выносятся на обсуждение фракции. 343 человека, вот предложение, пожалуйста, выступайте, говорите. Вы как, вы видите решение, согласны, вы не согласны. Такого не было раньше. Раньше президиум фракции всё решал, значит, и выдаётся за, против и там что. Сейчас немножко всё по-другому. И это здорово. Это здорово то, что всё-таки считается, но с мнением рядового... Ну, рядового дня, хотя депутаты все, как они на всех уровнях власти депутаты, если депутат, независимо от того, какую ты должность занимаешь, вот это есть в этом созыве. И это отмечают ветераны. И это отмечают ветераны. Кстати, ветеранов много? Две трети поменялось. Две трети Госдумы состав поменялся. Очень существенно. Очень существенно. Поэтому пошли новые... Вот я с ветеранами, когда общаюсь, говорю, говорят, да, стало по-новому. Вот то, что регламент, как-то ветераны сначала так, а как это так? Это самое... Это никуда, ничего, да. Ну, надо. Надо, значит, приняли такое решение. И правильно, абсолютно. Абсолютно правильно. Москва давит. Вот эти пробки, эти проезды по три часа. Едешь, когда на работу. Как-то все это так. Ну, это со временем все приходит. Конечно. Да. Вы сюда вернулись, наверное, так размеренно. Ну, что вы тут. И воздух другой, и воздух другой. Тут, говорят, на родной земле и родные стены. Так что здесь я даже считаю, что душу лечить сюда. На этой региональной неделе еще душу подлечить сюда приехал. После московских этих коридоров, значит, здесь общение с людьми, и то приятно. Хотя оно, может быть, не всегда приятно. Всякие вопросы сейчас задают. Меня на приеме было... Уже за 40 человек только на приеме было. Все равно приятно. Все равно приятно. Будет заряд. Заряд будет энергии. Вот на следующие там 20 сколько там? Три недели на эти. Вот так. Сергей Николаевич, хочется вернуться к бюджету. Вы о нем уже упоминали. Главный вопрос, над которым сейчас работает Государственная Дума, это бюджет на трехлетний период, на 2017-й, и плановый период 2018-2019-го годов. Насколько мне известно, что депутаты Госдумы были несогласны с некоторыми пунктами и даже не хотели принимать законопроект. С чем это связано? Значит, Ирина, бюджет очень жесткий. Такого бюджета депутаты, ветераны даже не помнят. На самом деле, очень много вопросов к правительству. Действительно, ну, цифры, я думаю, что нет смысла называть. Это порядка, там, свыше 13 триллионов, допустим, это доходы, расходы, там, 16 триллионов, я порядок цифр называю. Дефицит бюджета около 3 триллионов рублей. Очень серьезный дефицит. Все мы понимаем, почему это происходит. Это цена на углеводороды, на сырье. К большому сожалению, стыду, мы еще не отошли. От зависимости. Хотя, когда мы задавали вопрос министру финансов, соотношение меняется. Несырьевые доходы начинают расти. Сырьевые проседают, но несырьевые доходы начинают расти. И вот в этом отношении, когда мы обсуждали параметры, ну, параметры бюджета в первом чтении, там они не обсуждаются. Там цифры дохода, расходы, самые общие, самые общие. Вопросов было очень много. И было принято решение, что мы отдельно фракцией встретимся с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем правительства, руководителем нашей партии и всеми профильными министрами. Это было сделано. Тоже где-то было, мы выехали там за пределы Москвы. И мы там совещались очень долго. Послушали доклады всех профильных министров. Поступила просьба от каждому депутату задать вопрос, если они устно не отвечают письменно. Поэтому мы закинули сюда на территории, в округ, во все департаменты, просьбу дать те вопросы, которые волнуют жителей округа и департаменты профильные. И такие вопросы мы получили и отдали профильным министрам. Так вот, по итогам заседания этой фракции было принято решение. Во-первых, выступал Дмитрий Анатольевич Медведев, который заверил о том, что та программа, с которой мы шли на выборы, она будет неукоснительно выполнена. Это не те программы, которые мы говорили, там бесплатные перелеты на самолетах, помните там, все что угодно, да? Это взвешенная реальная программа, о которой я, кстати, тоже говорил, когда мы шли на выборы. Значит, он заверил, что она будет неукоснительно выполнена. А финансирование под эту программу заложено не было на 2017 год. Поэтому по итогам нашего такого большого совещания была подготовлена резолюция рекомендаций для правительства с тем, чтобы обеспечить дополнительное финансирование, изыскать деньги, хотя мы понимаем, где их взять на самом деле, этих денег, если их нету. Вариант всего один на самом-то деле, вот так. Это включить машинку и напечатать эти деньги, что предлагают некоторые коллеги наши. Включим давайте и мы напечатаем. Но это мы вернемся обратно к 90-м годам, мы вот уже все проходили, этого нельзя делать. Поэтому жесточайшая экономия, жесточайшая экономия на самом деле. Но тем не менее, мы обязали правительство, и бюджет не будет принят, пока не будут решены ряд вопросов. Я журналистам это все расскажу, до жителей округа доведу. Это касается образования, здравоохранения, жилищно-коммунальное хозяйство, это касается ипотеки, это касается сельского хозяйства. Мы попросили оставить, хотели снизить существенно сельское хозяйство. Это одна из отраслей, которая дала рывок. На самом деле, мы посудили, скоро себя уже обеспечить продуктами, питанием, только встали на ноги, и их подрезают. Поэтому не менее ни уровня 2016 года финансирование должно быть обеспечено. Кстати, уже внесены изменения, я сегодня разговаривал с департаментом наших природных ресурсов, уже по сельскому хозяйству деньги добавили для округа. Кроме того, ряд позиций, касающихся дворовые территории, дома культуры сельские, муниципального уровня, моногорода, небольшие города до 300 тысяч рублей, вот эти дома культуры, всё, что касается культуры, там порядка, наверное, 30-40 позиций, которые мы дали правительству. И мне есть такая уверенность, что это всё правительством сделано, иначе мюджет просто не принят. Поэтому абсолютно верно вы говорите. Достаточно эмоциональные были такие обсуждения, в первом чтении достаточно эмоциональные. Но тем не менее мы же понимаем, что где взять деньги-то, да? Тем более, что вот по прошлому году, ещё вот за этим прошлым месяцем мы приняли поправки в бюджет 2016 года. Им вынуждены были 800 миллиардов, около триллиона дать на оборону. Почему? Потому что предприятия оборонные взяли кредиты для того, чтобы максимально быстро произвести вот это оборудование и наше вооружение. Взяли кредиты, не ждать денег, пока они появятся в казне государственной. И эти кредиты нужно гасить. Но благодаря этим кредитам мы сегодня 50% вооружения у нас современное, новое. Сегодня армия — это не та, которая была ещё два года даже назад. И мы понимаем, и вот тут спасибо всем фракциям в Государственной Думе, насколько серьёзно, насколько серьёзно вот они подходят к этому правилу. Тут даже никто не обсуждает. Надо, президент попросил, правительство попросило, значит, это нужно делать. Это наша жизнь. Никуда мы от этого не денемся. А ситуация, ничего вам говорить, и жителям округа, они знают не хуже меня то, что у нас происходит. Сегодня вокруг России более тысячи военных баз НАТО, блока НАТО. У нас только три. Сейчас, кстати, мы приняли, вот если говорить по итогам, за этот месяц мы ратифицировали соглашение с Сирией, Сирийской Арабской Республикой по нашей базе, авиационной группе войск. Мы соглашение ратифицировали с Абхазией. В проработке вопросы — это Куба, это Египет, дружественные к нам страны. Выступал у нас заместитель министра обороны, и мы подробно его расспрашивали по этим. Почему, кстати, один из вопросов, когда же мы начнем наши базы? Тысяча баз у нас подбрюшья, по сути дела, вот она рядом, а у нас только одна там база. Был ответ таков, что прорабатываются эти вопросы, и мы сейчас пойдем на то, чтобы были наши группировки, безусловно, в дружественных к нам государствах. Но мы все понимаем, что это затраты, и от них мы никуда не денемся. От них мы никуда не денемся. По плутонию много говорили, да, вот оружейные плутонии. Американцы, они, ну, поступили правильно, наверное. Это то же самое, что топить печь скрипками страдивари, плутония оружейной. Мы его сделали так, как, значит, добросовестно в рамках соглашения построили завод и для облучения плутония, для того, чтобы он не был использован на вторичное вооружение. Американцы ничего подобного не сделали и делать не собирались. Они его предлагали и делали захоронение, в любой момент они его могут оттуда извлечь и пустить его на свои вооруженные силы. Поэтому мы разорвали это соглашение с Соединенными Штатами Америки. То есть много вопросов, касающихся именно политических, касающихся жизни и жителей Ненецкого автономного округа. В числе, конечно. Ну, конечно, да, конечно. Так что о бюджету, если ещё раз говорить, что самое, наверное, какие вопросы мы задавали Силуанову, это то, что нужно менять структуру экономики. Структуру экономики нужно менять, уходить от сырьевой экономики, об этом мы много говорим и давно уже говорим. К сожалению, президент об этом всё время говорит, не происходит в таких объёмах, как это бы нам нужно. Поэтому основное требование к правительству, пора начинать разворачиваться, уходить, уходить от сырья. Времена уже не те, обстановка не та. Скоро ещё, ну, лет 15-20 уже придумают какое-то топливо, которое, может быть, нефть и газ и не нужен нам будет. Ну, 30 лет, да. И только высокотехнологичное оборудование, только высокая поразительность труда мы тогда можем выстроить. Почему мы требуем от правительства сделать приоритеты по прорывным направлениям? Вот оборонка, да. Там не только же вооружение оборонное, там идут и взаимоотрасли, те, которые работают на оборонку. А равных нам в этом плане практически нету. Поэтому туда и финансирование. И есть ряд направлений, где мы можем сделать прорыв на самом деле. И можно это всё сделать. Но тем не менее, очень хороший доклад мне понравился Голиковой, Татьяна Алексеевна, счётной палаты Российской Федерации. Очень умный такой, взвешенный, детальный, который раскрывает вот даже мне с территории, с округа приехал, мне всё стало понятно. Не надо 11 тысяч читать вот этого бюджета. Прочитав вот этот доклад, становится всё ясным и понятным. И, по крайней мере, видно, где, как учтены, кто как, субъекты и прочее. Сергей Николаевич, ну вот Вы много уже говорили о том, что бюджет жёсткий, федеральный, но жёсткий бюджет и наш, региональный, тоже дефицит, тоже большая зависимость от сырья. Но тем не менее, ждать нам поддержки от федерального бюджета? Насколько вообще уделено в федеральном бюджете внимание развитию региона? Значит, мы вчера встречались с губернатором, даже дважды мы с ним встретились. Обстановка того требует. Я поделился теми впечатлениями, которые приём граждан проводил. Значит, так в общих чертах по ситуации в округе. Значит, сегодня тяжелее всех это нашему губернатору на самом деле. Вот чему не позавидуешь, так это и его должность. При таком сокращении бюджета, по сути, на треть, и при такой бюджетной обеспеченности нашей, он на самом деле очень непросто. Депутатскому корпусу тоже может им принимать решение по бюджету 2017 года. Где взять эти деньги? В Москву? Да. И он меня попросил, Игорь Викторович, значит, максимально сосредоточиться на том, что с федералов деньги, 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 деньги. Но, есть одно но. Бюджетная обеспеченность Нениско-автономного округа сегодня мы третьи по Российской Федерации. Это Москва, может быть, ошибаюсь, Сахалин. Третьи – это Ямало-Нениско-автономный округ, Кендиниско-автономный округ. Третье, четвёртое место. Когда мы говорим профильным министрам, вы нам помогите, нам очень тяжело, нам нечем платить социалку, которая на 60% в бюджете. Тут же открывается, погодите, ребята, у вас бюджетная обеспеченность. По факту сегодня, вот так, как живут регионы, округу надо не 12 миллиардов, не 15, а 7,5 всего лишь. Для того, чтобы мы жили так, как все. И когда начинаешь просить деньги, начинаешь, а как, а вот, ну, у нас же выпали, у нас же выпадания есть, у нас СРП, это не наша вина, что нам СРП платило 5-7 миллиардов рублей в хорошие годы. Сейчас там 200 миллионов, условно говоря, практически на нет. Вы же видите, что нам не платят правительство, вы же тоже доля есть. Давайте разбираться вместе, почему они средства закладывают в прибыль. Они говорят, мы тут согласны, мы тут, да, мы тут видим, да, но вы тоже видите, какая цена на нефть. Поэтому вот добиваться средств оттуда, и когда, вот я же встречался сейчас со всеми фракциями, с жителями округа, задают тот же самый вопрос, Сергей Николаевич, давайте оттуда деньги как-то просить. БУ надо просить. Но сразу говорю, это очень сложно при нашей бюджетной обеспеченности, очень сложно. У нас уровень социальной поддержки граждан, мы ходим в тройку по Российской Федерации, в тройку. А по бюджетной обеспеченности, ведь не случайно даже, сейчас правительство сделало анализ по России, и 21 субъект, по сути дела, не способен выполнять обязательства по заработным платам. Не способен, у них нет денег. Поэтому, кстати, было принято решение, вот в бюджете 17-го года НДС, налог 20%, распределение было 2% федерального бюджета, 18% на территории. Принято решение с тех субъектов дотационных, а их 7 всего лишь по Российской Федерации, в том числе и Нинецкий автономный округ, я думаю, что тут он будет в этом списке, значит, 1% взять на Федерацию и поддержать. Это 121 миллиард рублей, 100 миллиардов на поддержку вот этих 21 субъекта по России. Но тогда мы стали возмущаться и говорить, погодите, эти субъекты, которые, значит, они же работают, они привлекают инвестиции, они собирают налоги. Это же их результат работы, а те, кто бьёт балду, условно говоря, да, не занимаются этими вопросами, а ждёт, когда Федерация поможет им, тем, значит, мы будем отдавать деньги, пожалуйста, вы получите. Поэтому было принято решение 100 миллиардов вот на эти субъекты, а 27 миллиардов в виде грантов отдавать тем субъектам, которые получают доходы, достаточно эффективно работают. То есть вот в целом-то ситуация, если ещё раз повторюсь, по Российской Федерации, она очень непростая, очень непростая. Но благо, что всё-таки как-то мы вот это всё осознаём, понимаем, что всё равно это временное явление. Всё равно это не 90-е годы, помните, когда обрушение. Сейчас очень легко действительно уйти в пике и вот обернуться туда. Всего-то надо включить станок там на полсуток, чтобы он напечатал денежек, 3 триллиона этих. Да, очень заманчиво, очень заманчиво. Но экономисты говорят, что это, по сути дела, будет обвал. Это будет обвал. Это надо просто мотовщитить. Я с Игорем Витальевичем говорил, я говорю, давайте будем встречаться с людьми, давайте будем с ними разговаривать. Когда с ними говоришь, не просто вот так сказали, решение принято там всё, с людьми надо разговаривать. Им говорить, что объяснять, что вот такая ситуация, как в семье, да? Ну, есть деньги, ну, покупаем, мы там велосипед ребёнку можем купить там. Ну, нет денег, ну, ограничимся там одеждой. Ведь так в семейном бюджете. Это тоже семейный бюджет, только за этот семейный бюджет отвечает сегодня губернатор практически. Я говорю, что очень непросто, очень непросто. Но я думаю, что решение найдётся. Мы очень долго говорили, вот сейчас будем по федерации работать, здесь очень предметное будет обсуждение, привлечение. Я думаю, что и с коллективами надо будет всё это пообсуждать, поговорить. Вот. Всё решаемо. Сергей Николаевич, у нас остаётся совсем немного времени. Я хочу, чтобы вы подвели, может быть, не то чтобы итоги, но какие-то результаты своей региональной недели. Насколько вообще эффективно пребывание здесь, на территории своего региона, и что это помогает решать, может быть, черпать какие-то предложения, инициативу? Значит, эффективно, хорошо бы, вот если эффективно было для жителей, но для меня на самом деле это очень важно. Это очень важно, вот это общение, приёмы, которые люди идут, причём обратил внимание, что идут на приём люди, которые раньше не были. Когда вот мы приёмы вели, вот, провёл приём, встретился с фракциями, значит, вот сейчас мы поговорим со средствами массовой информации, с журналистами, пообщались мы в коллективах. Сегодня вечером буду встречаться с беженцами с Украины. Вот, много встреч, в том числе встречи с коллективами. А это вот то, что нужно для работы, наверное, ради депутата Государственной Думы, это очень важно на самом деле, очень важно. Помимо того, что я говорил, что энергетику тут получить и зарядиться на следующие три недели, очень важно вот поработать в этой среде людей. Потому что многое изменилось на самом деле. Месяца не было, а уже на месте время это не стоит. У нас это изменилось немножко в округе, да. Поэтому вот тут те проблемы, которые вот мы договорились, я и с прокурором встречался, тоже общались, мы договорились, что вот и с губернатором округа, по итогам встреч, по итогам общения мы встретимся, обсудим ещё раз и с прокуратурой, и с губернатором, мы собрание депутатов, для того, чтобы всё-таки нам вот та непростая ситуация, чтобы мы её прошли. Если мы будем все вместе взвешенно, спокойно, разумно, всё можно сделать, всё можно сделать. Самое главное, чтобы вот и не было беды, чтобы не было беды. А вот по сути дела, смотрите, что происходит. Мы в одиночку ведь, практически мы в одиночку боремся со злом. Опять Россия-матушка. Сергей Николаевич, спасибо вам большое, что вы пришли, приняли наше приглашение. Я желаю вам удачи в вашей непростой работе. Мы ждём вас на следующую региональную неделю. Вам спасибо, Ира. Давайте до следующих встреч. Спасибо. Это было актуальное интервью. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»